Швейцарский кантон Тичино славится своими природными красотами. Горы и озера привлекают ежегодно миллионы туристов. Однако регион, граничащий с Италией, все чаще посещают туристы иного рода. Кантон Тичино стал меккой для секс-туристов и проституток, которые приезжают, чтобы легально заработать своим ремеслом. Большинство из них из Восточной Европы. Некоторые приезжают в Швейцарию ненадолго. Например, Лара из Италии. В Италии заниматься проституцией нелегально. Там приходится работать на улице. Здесь же ты платишь борделю за день и можешь работать в помещении. Это более безопасно. И эта страна чище. Швейцарские законы защищают женщин, занимающихся проституцией, гарантируя им статус фрилансера и социальное страхование. Поэтому с тех пор, как Швейцария присоединилась в 2004 году к Шенгенской зоне и открыла границу, здесь начал процветать секс-бизнес. Но многие в Тичино опасаются, что слишком либеральный подход к щепетильной теме портит имидж Кантона. Четыре года назад партии правого крыла Лига Тичино удалось расширить свое присутствие в региональном правительстве благодаря использованию лозунгов «нет проституткам». С тех пор правые пытаются лишить бордели лицензии. «Проблема была в том, что у нас резко начало расти количество борделей. У них не было официальных лицензий. Вы не можете просто открыть бордель в отеле или ресторане. Если посетитель приходит и думает, что это ресторан, а на самом деле он оказывается в борделе, это портит наш имидж». Около 20 борделей вблизи итальянской границы были закрыты. Но это не повлияло на число работниц секс-индустрии. Они находят другие способы заниматься своим ремеслом. «У многих из них есть разрешение на работу. Но для всех не хватает комнат. Поэтому они работают в частных апартаментах. Смог ли они остаться там надолго? Решать общинам». «Антенна Мэйдэй, организация, которая помогает работницам секс-индустрии, говорит, что все меньше проституток получают долгосрочное разрешение на работу. Требования стали строже. Это должно заставить женщин вернуться на родину. Иногда это имеет фатальные последствия». «Женщина может рассчитывать на помощь, если с ее правовым статусом все понятно. Но в нынешней ситуации даже женщина, у которой есть разрешение, иногда не знает, работает ли она в легальном борделе или нет. Поэтому она боится звонить в полицию, если у нее проблемы с сутенером, потому что ее могут вышвырнуть». «Новые правила и политика ограничений приводят к тому, что многие проститутки оказываются в руках сутенеров. Таково мнение криминолога Мишеля Винтурелли. «Женщина может рассчитывать на помощь, если с ее правовым статусом все понятно. Но в нынешней ситуации даже женщина, у которой есть разрешение, иногда не знает, работает ли она в легальном борделе или нет. Поэтому она боится звонить в полицию, если у нее проблемы с сутенером, потому что ее могут вышвырнуть». «До сих пор у Лары не было проблем со швейцарскими властями. Возможно, потому что обычно в конце рабочего дня она едет домой в Италию. Она считает, что вокруг борделей в Тичино слишком много шумихи». «У нас много клиентов из Италии. Я думаю, почти все. Сейчас в Милане проходит экспо, поэтому их стало еще больше». «Нет, я не считаю, что это проблема Швейцарии». Секс-бизнес для Тичино – это и благо, и проклятие. Во всяком случае, похоже, что древнейшая в мире профессия отсюда так просто не исчезнет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова